МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время, когда наш организм расслабляется и отдыхает, называется сном. В этот момент замедляется деятельность всех органов и понижается реакция на окружающий мир. Люди всегда интересовались природой сна, порой считая его отравлением организма. Так зачем человеку сон? Что такого важного происходит с нами во время сна? Сколько нужно спать, чтобы прекрасно себя чувствовать? И что может случиться, если совсем отказаться ото сна? Но что такое сон? Как правильно толковать сновидения? И какая неведомая сила рисует нам картины будущих событий? Смотрите в следующей серии иллюзий разума «Вселенная сновидений». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около пяти часов утра 20 марта 1978 года врач Нижнекамского кардиоцентра Юрий Ишенин проснулся от странного сна. Стараясь не упустить ни единой детали, Юрий Михайлович быстро набросал на листе бумаги приснившийся ему замысловатый рисунок. Получился туннель с трубами. Странно, смотрю, а вот в этих боковинах туннеля пересеченные трубы, и вода-то поднимается, и в эти трубы раз, и поднимается, раз. Внимательно изучив рисунок, Ишенин вдруг понял, что это ключ к решению сложнейшей проблемы ишемической болезни сердца. Уже на следующий день молодой врач представил коллегам свой метод лечения инфаркта миокарда, который он назвал «механическое туннелирование». Надо сделать одно движение, только одно, открытым. И кровь хлынет, наполняя мышцы миокарда, и другое обрадо связирует, живительным притоком крови, и все это будет через пару секунд дышать. Это не по-другому. Вскоре Юрию Ишенину представилась возможность применить свой метод на практику. Его первой пациенткой стала 30-летняя женщина, которой, по мнению врачей, оставалось жить не больше года. Результат операции превзошел даже самые радужные прогнозы. Эта дама прожила 30 лет, родила троих детей, работала в кавкозе все время на Украине. Однако официальная медицина не спешила признавать новаторские идеи молодого кардиолога. Больше 30 лет понадобилось Ишенину на то, чтобы доказать состоятельность своего метода. За это время он прооперировал тысячи пациентов. Именно во время сна вам может прийти правильный ответ, который поможет разрешить ту или иную ситуацию, которая во время бодрствования казалась вам неразрешимой. Юрий Ишенин далеко не единственный гений, сделавший открытие во сне. Каждому школьнику известна история Менделеева, которому приснилась периодическая система химических элементов. И формула бензола, и ода Державина-бог, и генриада Вольтера тоже явились во сне. Швейную машинку изобрели именно во сне. Шариковая ручка, которой вы пользуетесь ежедневно, это открытие тоже пришло во сне ученому. Но какая неведомая сила рисует во сне картины величайших открытий? Все люди видят сны, и даже те, кто утверждает обратное. Просто мало кто помнит их дольше нескольких минут. За ночь человек способен увидеть до 15 сновидений. С их помощью можно справиться со стрессом и избавиться от депрессии. Вот именно сон – это та регулирующая система, это тот регулирующий период, который может все сгармонизировать. Некоторые специалисты предлагают решать серьезные жизненные проблемы именно во сне. Достаточно сконцентрироваться на интересующем вас вопросе и с этими мыслями лечь спать. Чем конкретнее вопрос вы зададите, тем конкретнее вы получите ответ во время сна. Потому что подсознание, оно хранит в себе очень много ответов. Буквально там находится вся информация, которую можно использовать. А всем известно, что информация – это сила. Сила сна в особой форме работы мозга, говорят ученые. По мнению некоторых биологов, в момент сна организм как бы переписывает сведения из кратковременной памяти в долговременную. То есть информация, полученная за день, тщательно фиксируется и поступает в своеобразный архив. Сон – это когда я ухожу от реалий окружающего мира. Это тот момент, когда я нахожусь только на едине с самим собой. И во сне освобождаются наши все бессознательные процессы. Принято считать, что во время сна организм полностью отдыхает. Однако это происходит лишь отчасти. Когда выключается сознание, подключается подсознание. Если мы говорим глобально, зачем нам нужен сон, в общем-то все понимают, что как-то он приносит отдых, и мы без сна не можем. Но тонкие механизмы, почему возникает сон, почему именно так спим, почему нам снятся сны, почему есть разные стадии, на вопросы «почему» никто пока не ответил. Ученые подсчитали, что человек проводит во сне треть своей жизни. Получается, из 60 прожитых лет 20 он просто спит. Если человека на самом деле лишать сна, то через трое суток он становится полностью недееспособен. То есть он не может выполнять никакой последовательной работы, потому что засыпает прямо на ходу. Чтобы выспаться и хорошо себя чувствовать, необходимо не менее 7 часов в день выделять на сон. Причем эта цифра может меняться с возрастом. В детстве нужен более продолжительный сон – около 10 часов. Потому что растущий организм ребенка более подвижен и тратит много энергии. Следовательно, на восстановление ему необходим продолжительный отдых. С возрастом запас энергии тает, поэтому в старости на сон можно тратить не больше 6 часов. Бывает таким образом, человек недосыпает в течение недели, потому что я в выходные не сплюсь. Это абсолютно неправильный подход. В выходные человек все равно не выспится, потому что это хроническое недосыпание. Залог крепкого здорового сна – темнота. Она позволяет организму вырабатывать очень важный гормон – мелатонин. Как только этот гормон попадает в мозг, звучит своеобразная команда «отбой», и мы засыпаем. Пик выработки мелатонина приходится на час ночи. Но если в это время горит яркий свет, гормон не вырабатывается вовсе. Если длительное время спать при свете, будь это дневной свет, будь горящая лампа в комнате, то в организме происходит сбой. Организм требует мелатонина. От этого общее состояние человек ухудшается. Человек становится раздражительным. Это приводит к затяжным депрессиям человека. Ученые заявляют, что не спать больше 11 суток не способен ни один человек в мире. Кроме 69-летнего украинца Федора Нестерчука по прозвищу «Неспящий». Он не спит. 26 лет. Если бы знал, почему не сплю, может, было бы легче вылечиться. Думаю, скорее всего, нервное возбуждение. Когда-то стресс перенес. Думаю, это основная причина. В 1986 году Нестерчук попал в больницу, где у него начала развиваться бессонница. Никакие лекарства не помогали. Его обследовали. Органических изменений, или как мы называем, изменений мозга, у него нет. У него мозг нормальный. У него все нормально. Единственное, что нет – сна. Ненародные методы, неофициальная медицина за четверть века так и не смогли погрузить Нестерчука в сон. Но как такое возможно? Ответить на этот вопрос попытаются врачи Волынской областной клинической больницы. Человек как человек. Еще хочу вам сказать, что в 59 лет иметь такую голову, это совсем неплохо. Это очень неплохо. В 60-е годы. Прошу. В 60-е годы. Никаких отклонений в психике Федора Нестерчука специалист по функциональной диагностике не обнаружила. Я не могу пояснить это вообще как факт. С медицинской точки зрения пусть ученые это объясняют. Я тут не вижу абсолютно никаких отклонений. Не знаю, может, вам невропатологи скажут больше. Не знаю. Отправляемся к невропатологу. Вопрос тот же. Почему Нестерчук не спит? И как затянувшаяся бессонница влияет на его организм? Это настолько давние, и мозг устроился так работать, что вряд ли какие-то действия помогут. Уже все. Такой он есть. И он проживет 179 лет во здравии. Вердикт врачей. Федору Нестерчуку придется провести остаток жизни без сна. Перспектива не из приятных. Но и в этом пенсионер усмотрел очевидный плюс. Неспящий человек, отличный работник, особенно если он ночной сторож. Смотрите после рекламы. Современный Нострадамус. Кто он? Какие катаклизмы нас ждут в будущем? О чем предупреждают вещи и сны? И как управлять сновидениями? Об этом через несколько минут. Американский профессор Ричард Будзин, более 15 лет, изучавший особенности сна, нашел способ быстрого погружения в это состояние. Прежде всего нужно ложиться спать, когда этого хочется. Просыпаться необходимо в одно и то же время. При этом ни в коем случае не спать днем. Чисто с физиологической точки зрения, именно во время ночного периода, ночные меридианы, они работают на то, чтобы было восстановление тех структур, которые работают на тонкую работу в организме. Мозг человека во время сна отдыхает вместе со всем организмом, но полностью тоже не отключается. Я помню историю про одного мореплавателя, который в одиночку обошел на лодке земной шар. Вот он не мог спать долго. Он засыпал, отключался на несколько минут, потом просыпался, исправлял ситуацию, то есть вел свою лодку, потом опять засыпал на несколько минут, опять просыпался. Сон состоит из чередования нескольких фаз, поверхностного и быстрого. В первой фазе наш мозг начинает работать медленнее и погружать организм в сон. Такой сон мы называем чутким. Достаточно резкого звука, чтобы проснуться. Вторая фаза, когда мозг продолжает осмысливать реальные события и реагирует на внешние раздражители. И если этого человека, который якобы не видит сны, разбудить во время быстрого сна, то есть когда он немножко шевелится, у него двигается, видно, что глаза, учащается дыхание, он тогда вспомнит, что он видел в этот момент. Сон зачастую сопровождают различные видения. Понять их природу человечество пытается с незапамятных времен. Всего два столетия назад сон называли отравлением мозга. Считалось, что сзади в теле человека накапливается яд, который с наступлением темноты начинает отключать память. А сновидения воспринимались как обычные галлюцинации. Удивительное открытие сделали американские ученые. Оказывается, слепые от рождения люди снов не видят. Они их слышат и чувствуют. Блогера Артема Драгунова интернет-сообщество называет современным Нострадамусом. Он предсказал взрыв на атомной станции в японском городе Фукусима в марте 2011 года. Катастрофу Артем увидел во сне, о чем написал в своем блоге. Я видел мощное землетрясение, чувствовал радиацию, наглотался воды и видел много огня. 21 декабря 2010 года. Катастрофа в Японии не единственное предсказание Артема. Пожар в хромой лошади, унесший жизни 156 человек, теракты на Ближнем Востоке и техногенные катастрофы по всему миру об этом тоже предупреждал Драгунов. Я ехал на мотоцикле, Ямаха, подскользнулся на влажной дороге, ну и разбился. А после больницы, уже когда началось восстановление, ну, начал ощущать, что некоторые сны как-то сбываются. В своих прогнозах Драгунов не называет ни точной даты, ни места, где должны развернуться те или иные события. Тем не менее, тысячи блогеров ждут от него новостей. Сновидения вещей, ну, которые предсказывают будущее, они действительно существуют, но их надо толковать, а не киносказать. Автор электронного дневника живет в Германии. Работает звукорежиссером на телевидении, женат, у него трое детей. Но лишь единицы знают его истинное лицо. Артем Драгунов – псевдоним современного Нострадамуса. На самом деле его зовут Георгий Литвинов. Имеется некий виртуальный мир, и он не совсем чужой. То есть это у меня все в одном. Насколько точны предсказания Драгунова-Литвинова, судить сложно. Критики опровергают его пророчества. Сторонники, наоборот, находят все больше совпадений между сном и реальностью. То есть это не картинка, как из фильма, или кусок видео, или мультик. Это трудно описать словами. Просто вот такие образы. Очень трудно в это верить. Разумом, понимаешь? То есть я сам в себе сомневаюсь, но каждый день просыпаясь и вот записывая сны, и потом со временем убедаясь, начинаешь понимать, что ты приклеил. Некоторые специалисты относят предсказания блогера Драгунова к разряду вещих снов. Особенности этих явлений уже несколько лет изучают южнокорейские ученые. Они провели эксперимент, участники которого в течение определенного времени спали в специальных аппаратах, регистрировавших их мозговую деятельность. Добровольцы вели дневники, в которых подробно описывали не только свои сны, но и все, что происходило с ними в реальной жизни. Ведь мы 80% информации воспринимаем, так скажем, невербально, то есть подсознательно. Не менее любопытное исследование провели ученые из медицинской школы Гарварда. Они предложили добровольцам найти выход из различных кризисных ситуаций. Оказалось, что наибольшее количество верных решений участники эксперимента увидели во сне. Такие предупреждения даются не только конкретному человеку, но они даются и нации, государствам даются, и в том числе, конечно, всей Земле. Когда человек погружается в царство сна, он может получить ответы на любые вопросы, утверждал основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. По его мнению, сны хранят информацию, которая может помочь в решении разных проблем. А человек всегда получает во сне ответы. Вот спрашивают, сбываются ли сны. Сны всегда сбываются, а не сбываются тот момент, когда мы их видим. Вещи и сны, как отмечают специалисты, в большинстве своем предупреждают о несчастьях, смерть близких, катастрофы, войны и так далее. Этому есть вполне логичное объяснение. Любые потрясения, в том числе и во сне, запоминаются лучше, уверяют психологи. Страшные сны вызывают больше эмоций. Человек просыпается и сразу пытается узнать, что они означают. Потому что любой человек пытается избежать негативных последствий. Тут, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Однако, не всегда страшные сны предупреждают о негативных последствиях. Например, умершие родственники иногда являются чтобы помочь. Это обычный житель Ульяновска Вячеслав Грушев. Он разбогател благодаря своему умершему деду. Нет, пращур не оставил внушительного наследства. Просто дед явился Вячеславу во сне и рассказал о том, что спрятал клад. Достает деньги с кармана из брюк, прям сверл так вот в руке, бумажно. Вот на тебе, Слав, деньги, спрячь их и никому не показывай, никому их не давай. Через неделю Грушевы обнаружили под наличником перевязанный бечевкой сверкок. В пожлупевшей от времени газете были заботливо упакованы деньги. Вот пересчитали сколько денег, вот тут идут люди старышли, вот жена сказала, вот так и так. Они говорят, в то время по тем деньгам корову стоило три рубля. Вещи сны сбываются в кратчайшие сроки, в течение недели. Это утверждают сомнологи, которые на протяжении длительного времени изучали разные сны. Чтобы понять их смысл и избежать возможных дурных последствий, достаточно научиться управлять сновидениями. я рекомендую завести себе особый дневник, особый блокнот с карандашом, который удобно держать у прикроватной тумбочки или хотя бы под своей подушкой, потому что сны забываются очень быстро и очень важно записать их в тот момент, когда они к вам пришли. Прежде чем научиться управлять снами, нужно вспомнить детали ночных видений. Это нужно для того, чтобы составить более точную картину сна. Главное помнить, плохой сон не всегда предупреждает о несчастье. Смотрите далее. О чем во сне поведал человеку Бог? Что такое полубожественная реальность? И кто первым провел спиритический сеанс? Что человечеству предрекли библейские пророки? И откуда шаманы получают свою энергию? Об этом сразу после рекламы. Наиболее яркие примеры сновидений описаны в Библии. При захождении солнца крепкий сон напал на Абраама. Так начинается ветхозаветное сказание о том, как праотец еврейского народа Абраам впервые услышал глаз Божий. Именно эти слова легли в основу первого в истории человечества договора с Богом. В нем шла речь о судьбе будущих поколений. Пророческие сны. Сны, которые несут какую-то весть о будущем человека, о будущем народа. Говорят о каких-то событиях, которые могут произойти. Согласно договору, Бог даровал Абрааму долгожданное потомство взамен на веру. А заодно предрек его народу 400 лет скитаний, рабства и угнетения. Но почему столь важное событие произошло во сне, а не наяву? Американский религиовед Джеймс Льюис, исследовавший библейские сновидения, считает, что сон это некая полубожественная реальность. И только в ней возможно полная концентрация духа. Любой сон в наше ночное время можно перевести в полугипнотический. Когда мы начинаем воспринимать внешне вокруг нас, но при этом внутренние шумы практически равны нулю. Ведь именно они мешают нам в дневном нашем существовании что-то мгновенно запомнить. получается сон Авраама некое подобие спиритического сеанса. Сторонники теософских учений называют его одним из первых выходов человека за пределы телесного мира. Авраам заключает завет с Богом. И судьба потомков авраамических народов в общем-то и нас своем. Что в духовном плане да, конечно же мы потомки Авраама по вере через Иисуса Христа. Все это открывается во сне. В священном писании повествуется сразу о двух толкователях снов. Один из них любимый сын праотца Иякова Иосиф Прекрасный. Простейший сон, который приснился фараону Египта и который очень тупо и незамысловато Иосиф Прекрасный истолковал с этими коровами. Семь толстых семь тощек и вдруг сразу стал первым советником. Некоторые исследователи полагают, что необычный дар сновидения достался Иосифу от дохристианских волхвов. Египет это древнейшая кузница магов, астрологов, толкователей и гадателей. Еще один библейский толкователь снов пророк пророк Даниил в отличие от Иосифа Прекрасного развившего свои способности в Египте Даниил обрел свой дар в Вавилоне. Даниил отроком попадает в плен, в этот самый вавилонский плен. Вавилон это может быть второе, а может быть и первое по своему значению место, где культивировалось вот это магическое оккультное знание. Они там получают нечто, что помимо того дара напрямую, который им дает Бог, скажем, получают некие техники истолкования. Вещи и сны и их толкования нашли свое отражение и в самой молодой из авраамических религий исламе. Вот один из вариантов, как не спасывался Коран Мухаммаду, он же связан в том числе и с тем, что он заснул в пещере Хира в месяц Рамадан. И вот после того, как он заснул, ему явился собственно говоря вот этот самый ангел, который явил ему первые слова Корана. Получается, Коран был дарован пророку во сне, Значит, это был один из его вещих снов. Присутствуют такие интересные эпизоды, как перенесение пророка в Ярусалим, мираж, который вроде бы тоже сновидеет. Один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада Абу Саид Аль-Худри различал два вида снов. Хорошие дарованы Аллахом, а плохие от шайтана. Для исламской традиции сон это совершенно такое легитимное состояние, в котором что-то явно слышно. Сновидения неоднократно меняли ход истории, и в первую очередь это относится к религиозным учениям. Иудаизм, христианство, ислам были дарованы людям именно во сне. Получается, сон открыл нам окно в иной божественный мир. Это место словно само появилось из какого-то мистического сна. Шаман-гора рядом с крупнейшим озером планеты Байкалом место, где выросло не одно поколение шаманов. Обряд посвящения может занимать сутки, недели и месяцы инициация происходит через сон. Это вызывает очень тяжелые состояния психические, но в результате вот этого преобразования, когда все перебродит, образно говоря, достигается состояние очень хорошее, очень светлое, но и с тьмы к свету. С помощью техники перехода из тьмы к свету жрецы научились не только предсказывать будущее, но и выходить за пределы своего физического тела. Душа отделяется, душа отправляется в тонкоматериальный мир и может воспринимать не внешние рецепты, а внутренние. Известный исследователь шаманизма Мирча Илиаде называет обряд сновидений архаичной техникой экстаза. Во время сна мы обучаемся, мы усваиваем пройденный материал, мы как-то его классифицируем и даже человек может излечиться во время сна. Практики вхождения в шаманский сон или транс очень красноречиво описал американский профессор антропологии Майкл Харнер. Он опроверг общепринятое утверждение о том, что жрецы могут входить в иную реальность только под воздействием наркотических веществ. На самом деле, для этого им достаточно лишь хорошо выспаться накануне. Везде есть пороги, пороговое состояние. И видения возникают в пороговом состоянии. Между сном и бодрствием. Через сон осознанный и неосознанный шаманы общаются с духами. И именно во сне шаман заключает сделку с потусторонними силами. Шаманы, которые работают внутри состояния сна, которые осознают свои сны, которые знают, что все, что с ними происходит, это сон, и все персонажи им снятся. И, исходя уже из этого знания, они уже начинают действовать так или иначе. Шаманы говорят, что духи могут говорить на любом языке. Они являются в виде красивых людей, в такой же одежде, какую носят живые люди. Обычно дух предлагает шаману стать его кормильцем. После такого сна шаман начинает слышать голос, песни, исполняемые его будущим духом. Шаманы общаются с своими духами в состоянии транса, в состоянии экстаза. Знания и послания, которые духи передают шаманам, звучат очень архаично, признаются жрецы. Поэтому шаман должен обладать не только даром сновидца, но и толкователя. В противном случае полученная информация так и останется невостребованной. Человек-опасность может воспринимать каждый во сне по-разному. Допустим, кому-то снится волк или змея, который его кусает, а кому-то, допустим, ромашковое поле. А просто в детстве на ромашковом поле его покусала собака. Но как с помощью сновидений шаманам удается не только путешествовать по параллельным мирам, но и заключать сделки с представителями потусторонних сил? Смотрите далее. Как гипнотический сон влияет на судьбу человека? И почему мы поддаемся внушению? Что нужно, чтобы стать гипнотизером? Какая информация закодирована во сне? об этом сразу после рекламы. Согласно греческой мифологии, каждую ночь человек уявлялся один из богов и даровал ему покой. Этого бога звали гипноз. Человек засыпал и забывал о ежедневных проблемах, бедах и страданиях. В наши дни гипнозом называют не просто сон, а измененное состояние сознания. Это что-то среднее между сном и бодрствованием, потому что он характеризуется различными проявлениями. В одном случае человек абсолютно ничего не помнит, а в другом случае человек может все помнить, но не может влиять на свое тело. Доказано, что лишь 20% людей поддаются гипнозу. У остальных можно повысить порог внушаемости. Но и этих 20% ученым достаточно, чтобы говорить о способности человека перемещаться во времени и пространстве. То есть человек может выйти из тела, ну как бы не сам человек, естественно, а некий чувствительный слой. То есть можно выйти из тела и коснуться пламени свечи. И тогда у настоящего человека, ну то есть не у астрального его двойника, а тело само почувствует ожог и может быть даже возник из балды. Именно такой гипноз помогает йогам ходить по раскаленным углям и не обжигаться. Вообще же йоги практикуют гипноз и самогипноз с давних времен. Во время погружения в транс, именно в тот момент, когда мы впадаем в трансовое состояние, будь то гипноз или сон, а это одно и то же состояние, мы можем открывать в себе внутренние ресурсы, которые неисчерпаемы, и в них таится наша сила. В состоянии гипноза человек воспринимает обращенные к себе слова без критики. Становится очень внушаемым. Это состояние прекрасный способ в борьбе с различными болезнями, говорят врачи. Допустим, люди болели чумой или тифом, и мастер гипноза, врач или знахарь, целитель, кто обладал этим даром, погружал на трое суток тяжело больных людей в состояние глубокого гипноза, и все они выздоравливали. Наибольший положительный эффект гипнотический сон оказывает в борьбе с вредными привычками, курением, алкоголем и даже наркоманией. Например, Бритни Спирс, которую с помощью гипноза выводили из глубокой депрессии. Актриса Дрю Берримор боролась с наркозависимостью, а солистка Black Eyed Peace Ферджи вылечилась от алкоголизма. Опять-таки здесь очень важно задать намерение, что я хочу получить во время сна, что я хочу для себя открыть, что я хочу узнать. Так что же происходит с человеком во время гипнотического сна? Какие невероятные возможности открывает измененное сознание? Первое, что человек испытывает очень приятные ощущения, некую легкость. Расслабляются мышцы рук, ног, человек как бы плывет, растворяется. его я начинает как бы исчезать, звуки становятся такими далекими и приятными. Последние эксперименты ученых показали, что любой человек, способный к образному выражению своих мыслей, может стать гипнотизером. Никакого дара свыше не требуется. Очень удачливые люди, политики, бизнесмены, руководители корпораций зачастую обладают даром убеждения, такой дар управлять. Это прирожденные в общем-то гипнологи. Но они реализовали себя в другой сфере. Ни для кого не секрет, что гипноз излюбленная методика работы представителей различных спецслужб мира. За людьми, обладающими гипнотическими способностями, с давних времен велась настоящая охота. Известно, что сталинский нарком внутренних дел Лаврентий Берия в конце 30-х годов прошлого столетия создал секретную лабораторию, в которой были собраны лучшие гипнологи страны. Их самая эффективная тактика шпионажа называлась «чужое лицо». Есть определенные данные, что можно на одну личность наложить другую личность. И тогда легче, видимо, разведчикам скрывать свое истинное лицо. Потому что программируется новая личность. У тебя совершенно другая история жизни, другая фамилия, другое имя. И вот происходит своеобразное наложение. А та истинная личность, она как бы хранится глубоко, где-то очень далеко. Ученые доказали, что с помощью гипнотического сна можно не только бороться с проблемами, но и погружаться в иную реальность. Сон позволяет не только путешествовать по параллельным мирам, но и познавать окружающий мир. Каждый день недели находится под управлением определенной планеты. И все они действуют на людей по-разному. Зная эти особенности, можно понять, какая информация закопирована во снах. На растущую Луну все сны у нас идут на будущее, сны на убывающую Луну идут на прошлые события. Поэтому очень легко разобраться, что нам хочет планета следующая. Планеты Солнечной системы лучшие толкователи снов, говорят астрологи. Например, Марс активизируется по вторникам. Значит, в этот день вы обязательно добьетесь поставленной целью. Проблемы в личной жизни? Обратите внимание на сон с четверга на пятницу. В это время балом правит Генера, планета любви и материального благополучия. В субботу работает планета Сатурна, планета судьбы. Как часто человек говорит, а судьба, но судьбу человек создает сам. И очень часто я повторяю эту очень интересную формулу, которую нам оставил царь Соломон. Она очень полезна всем. Посеял поступок, пожал привычку. Мало кто знает, но влияние планет на человека серьезно изучают и активно используют при подготовке космонавтов. Режим работы и отдыха для них составляется на основе планетарной активности. Ведь перегрузки, действующие на человека в невесомости, очень сильно влияют на сон и как результат могут отразиться на здоровье. Вот я спал меньше, но это какое-то взаимовоздействие космоса на сон. А это благодаря тому, что ты легче, быстрее восстанавливаешься. Это лучше в невесомости, чем на Земле. Чтобы понять, как небесные тела влияют на человека, необязательно лететь в космос, заявляют эксперты. Достаточно изучить расположение звезд и планет в Солнечной системе. Смотрите далее. Почему человек ходит во сне? И при чем здесь Луна? Какие причины приводят к литургическому сну? И наступит ли пробуждение? Клиническая смерть и ее сны. О чем они предупреждают? Об этом сразу после рекламы. Американская семья Кларков несколько лет мирилась со странными ночными гостями. Они приходили в дом, съедали продукты, оставляли грязную посуду и исчезали незамеченными. Но как такое возможно? Ответ на этот вопрос нашел известный врач Крафт Демей. Оказалось, что семья Кларков в полном составе больна, лунафизмом. Вообще это достаточно частая ситуация. У детей это встречается порядка 5-15% всех детей периодически говорят и ходят во сне. Впервые на эту особенность обратили внимание лекари средневековья. Именно они заметили, что в полнолуние некоторые люди неожиданно просыпаются и ходят по ночам. Если планеты влияют на жизнь человека, а сон является одной из важнейших составляющих жизни, человек треть жизни проводит во сне, то планеты влияют и на сон. Ученые до сих пор не могут точно ответить на вопрос, отчего возникает лунатизм. Большинство склоняется к версии, что это одна из множеств форм психического расстройства, а луна всего лишь источник света. У лунатиков есть повреждения, неправильные фазы сна, есть проблемы со сном. Виктория Фролова начала ходить во сне после смерти отца. Эмоциональное переживание было настолько сильным, что ночью организм девушки отказывался отдыхать. Однако ночными прогулками она не ограничивалась. Свои ночные похождения Виктория не помнит. О них ей рассказывают сын и дочь. Когда человек спит, она просто ходит и переставляет молчит. Я честно реально так испугалась, что лицо просто пустое выражение лица. В момент ночного хождения человека лучше не трогать и не будить его, говорят специалисты. Главное защитить лунатика от самого себя. Сомнологи рекомендуют постелить возле кровати мокрую тряпку. Наступив на нее, больной обязательно придет в сознание. Если допустим есть какие-то шкафы, то желательно чтобы были не стеклянные двери, потому что человек может в них врезаться и повредить себя. Всякие стеклянные вазочки и так далее. Важно понимать, что лунатизм не мистическое проклятие, а болезнь, заявляют врачи. Чаще всего она является средством нервного напряжения или болезненных процессов, происходящих в организме, которые можно и нужно лечить. если лунатизм лечить можно и нужно, то еще одно проявление сна лечению не поддается, говорят специалисты. Литургический сон. Он может длиться годами и даже десятилетиями. Человек погружается в состояние близкое к коме. Он неподвижен, все процессы в организме замедляются. Тем не менее, человек живет. Это состояние анабиоза. Что происходит? Все обменные процессы, которые у нас идут очень быстро, они просто-напросто замедляют это до такой степени, что вы при этом можете даже думать, что человек умер. Один из самых известных случаев литургического сна история Ивана Качалкина, пациента знаменитого физиолога Павлова. Мужчина провел в состоянии литургии Он лежал под наблюдением врачей, как живой труп, а питание получал через зонт. Не совсем известно, что происходит, но факт, что человек находится на электроэнцефалограмме во второй стадии медленного сна. Отличает его от комнат. Человек живой, он просто спит. Ну, и рефлексы существуют, он реагирует, какие-то движения происходят глазных яблок. Впасть в литургический сон можно по разным причинам. Скандал с близким человеком, неприятности на работе, угрозы. Спусковым крючком может стать любое эмоциональное событие, предупреждают врачи. Причем выйти из этого состояния тоже можно внезапно. От резкого крика, удара или желания поесть. Часто это происходит у диабетиков, они попадают в так называемую кому, тоже не поймем живая или нет. Они попадают настолько сильно в нее, что иногда и дыхание не прослушивается, но часто из нее выходят. Во время литургического сна все физические процессы в организме человека замедляются, а значит он гораздо дольше остается молодым. Сказочная спящая красавица или белоснежка яркий пример такого сна. на самом деле можно отдыхать в этот момент, восстанавливаться и дальше продолжать жить. Тело отдыхает, оно не стареет, сохраняет молодость. Однако говорить о литургическом сне, как об эликсире молодости, ни в коем случае нельзя, заявляют ученые, потому что проснувшись человек очень быстро нагоняет свой биологический возраст. Это коматозное состояние, связанное с травмами мозга, заболеваниями нервной системы, инфекциями и так далее. Литургию одни специалисты считают болезнью, связанной с нарушением обмена веществ. Другие говорят, что литургический сон одна из патологий сна, к которым также относятся неврозы, психозы и даже храп. Как бы это парадоксально ни звучало, но некоторые специалисты относят к снам и клиническую смерть. Впрочем, большинство экспертов так не считают. Клиническая смерть, на мой взгляд, это не сон. Это состояние нервной системы, в целом организма, довольно тяжелое состояние, и выходы могут быть разные, в одну сторону, в другую. Это не сон. Как правило, клиническая смерть длится 5-8 минут. Это время, за которое мозг может жить без притока крови и кислорода. Но бывают по-настоящему уникальные случаи. И вот у одного спасателя он выловил девочку, у которой была уже клиническая смерть. И он ее реабилитировал в течение 40 минут. Самое интересное, что ребенок ожил в 8 лет, и потом мы эту девочку наблюдали, у нее все функции были совершенно хорошо. Чем раньше начнется реанимация, тем больше шансов спасти человека. Главное заставить сердце сокращаться и перекачивать кровь к мозгу. Даже если вы не ощущаете какой-то пульс у него, вы должны сделать два дыхания в рот, и тогда у него может этот пульс на сонной артерии появиться. Иногда бывает блокировка от спинного мозга какого-то нерва, поэтому всегда надо просущивать сонную артерию с двух сторон. Лишь 10% людей, перенесших клиническую смерть, могут потом ясно вспомнить, что пережили при этом. Они говорят, что могли летать, перемещаться в пространстве, проходить сквозь стены. Не могли разговаривать, зато прекрасно слышали врачей. Часто описывают темный коридор, и в конце его яркий свет. я видел тоже такой же случай, который видел в состоянии смерти, видел будущую жену, и после выхода в состояние он искал ее боку и нашел. Известны случаи, когда после клинической смерти у человека проявляются необъяснимые способности. Кто-то начинает свободно говорить на разных языках, а кто-то вдруг берется за кисти и пишет потрясающие картины. Как врач я наблюдала? Если художник умирает, он вам рассказывает про цвета и краски, что они там необыкновенные. Если умирает какой-нибудь певец или музыкант, он говорит там, что там необычайная музыка. Клиническая смерть может наделить совсем необычными навыками. Известны случаи, когда у человека после возвращения с того света просыпался дар исцеления и ясновидения. Специалисты объясняют это просто. Оказавшись по ту сторону смерти, мы так или иначе становимся частичкой другого, параллельного мира. Но что скрывает это мистическое слово сочетание? И где находится вход в потустороннюю реальность? Смотрите в третьей части уникального проекта телеканала РЕН-ТВ «Иллюзии разума». «Иллюзии» РЕН-ТВ Продолжение следует...